Я подумал, что хотелось, конечно, почитать комментарии Миши на первую главу. Ну, хотелось почитать, может быть, и всю первую часть с комментариями Миши, но, как вы знаете, у нас этой возможности нет. Поэтому мы просто перейдем ко второй главе. Первую главу мы поняли. Мы поняли один из вариантов ее прочтения, который предлагает Зеев Арви, что, на самом деле, в первой главе, помимо всего прочего, сокрытым смыслом этой первой главы является то, что Рамбам указывает на свой способ интерпретации многозначных слов, который будет основан не на филологии, а на философии. И даже если филологическое доказательство не получится, не пройдет, то, тем не менее, если согласно философской доктрине нужно прочесть текст таким образом, как этого требует философия, мы его прочтем. Это первая глава. Вторая глава. Один ученый муж много лет тому назад задал мне удивительный вопрос. Уместно поразмыслить над этим вопросом и над ответом, который мы дали. Но прежде чем приступить к изложению этого вопроса и ответа на него, замечу, что всякому известно, кто владеет еврейским языком, что слово «элоим» может означать божество, ангелов и судей. Слово «элоа» означает властитель, вообще-то говоря, и поэтому множественное число «элоим» может означать и божество, и ангелов, и судей. Все понятно. Я пропускаю здесь комментарий, который говорит о том, что онкелус прекрасно это понимал. И после того, как мы разъяснили многозначность этого слова, видите, он разъяснил многозначность слова «элоим» буквально в одном предложении, приступим к изложению вопросов. Вопроса, который, как он говорил, удивительный вопрос, который мне задал я. Из того, что ясно сказано в тексте, очевидно, что вначале предопределено было человеку, что он, подобно другим существам, будет лишен интеллекта и мышления. И не сможет отличать добро от зла. Здесь важно, что интеллект и мышление, он почему упоминает лишь в первой главе, он говорил о том, что это, собственно говоря, и есть суть человека, его форма человека – это интеллект. Этот вопрошающий говорит, что изначально вроде получается, что человек был душен этого интеллекта и мышления и не мог отличать добро от зла. «Когда же он взбунтовался, то заслужил для себя своим бунтом великое совершенство, свойственное только человеку, а именно в нем появилась та присущая нам способность развлечения, которая является благороднейшим из эйдос, которыми мы наделены, посредством которого мы становимся субстанцией». То есть это и есть сущность человека. То есть задающий вопрос прекрасно знает, изучал Аристотеля и понимает, что суть человека или его субстанциональные свойства – это, собственно говоря, разум. И он говорит, как же так? Человека согрешил и получил способность различать добро и зло. А раньше он был как бы неразличающим. Но разве не странно, что в наказание за бунт было дано ему совершенство, которым не обладал он прежде, а именно интеллект? Это как если кто-нибудь рассказал нам, что некий человек бунтовал, умножил он несправедливость, за что был подвергнут метаморфозе и превращен в небесное светило. Недаром здесь небесное светило. Небесное светило имеется в виду что? Имеется в виду сущности выше человека. Вот эти у нас отделенные интеллекты или небесные сферы, которые воспринимались как живые существа, они, безусловно, с точки зрения вот той доктрины, не той картины, точнее, мира, которые придерживали средневековые философы, это более совершенные существа. И получается, что человек согрешив, стал более совершенным, нежели он был. Надо сказать, что подобный вопрос мы можем найти и у Августина формулировку такого как бы вопроса, подобного, не в точности такого, но подобного. То есть в каком смысле этот вопрос то ли напрашивался, то ли каким-то образом перекочевал через отцов церкви, в том числе к Маймониду, через посредства арабских философов. Не знаю, не могу сказать, есть здесь, нужно ли говорить здесь о каком-то заимствовании или нет, но так или иначе у Августина подобный вопрос тоже звучит. Ну хорошо, этот вопрос, ну, да, вполне возможен, действительно, человек не различал, после этого стал различать. Каково было содержание вопроса и смысл его, хотя он и не был высказан в точно таких выражениях. Теперь же выслушай, каково было содержание нашего ответа. Сказал я. О ты, который приступает к умозрению с начатками мыслей и случайными догадками, которым Нит будто способен понять книгу, назначенную быть руководством от первых поколений до последних, просматривая ее в один из часов досуга между пиршенствами и любовными утехами, как читают какие-нибудь исторические кроники или книги стихов. В отношении к истории и к поэзии у Маймонида такое же, как и у многих аристотеликов, а именно пренебрежительно. То есть и история, и поэзия, низкие жанры, на которые, в общем, можно и не тратить время, ну, разве что почитывать это между пиршенствами и любовными утехами. И он говорит, ты читаешь вот эту книгу книг, таким образом, соберись с мыслями, сосредоточь свое внимание, ибо дело обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления, но так, как это станет ясным после размышления над следующими словами. И дальше следует ответ. Разум, который Бог излил на человека, и в котором состоит последнее совершенство человека, как мы, опять же, это видели в первой главе, и есть то, что было у Адама до того, как он сбунтовался. То есть изначально человек, Адам уже был сотворен разумным существом, интеллект был при нем. И, видите, какой большой комментарий Мишину, тоже мы, к сожалению, пропустили. Именно из-за этого сказано о нем, что он создан по образу Бога и по подобию его, опять же, первая глава. Именно благодаря этому он стал тем, кому обращался Бог и кому повелевал. Как сказано, и повелел Господь Бог человеку, ибо не дается повеление скотам и тем более тем, у кого нет разума. И разумом различают, важную, да, еще одну часть ответа, разумом различают между истиной и ложью. А это было у человека в совершенстве и цельности. То есть человек был существом, прекрасно различающим истинную ложь. Что же касается понятий плохое, хорошее, добро и зло, кровь и вера, то они относятся к сфере общепринятого. Общепринятое это что? Это то, что принимается на веру, да, это не то, что доказывается, а то, что принимается и становится распространенным среди, как бы, массы людей. Видите, я здесь прочитаю примечание 33-е. Видите, что это мефусамот, так называемый, да, есть мекуболот, мы про них говорили, да, читая предисловие. Это то, что в принципе по традиции передается тоже без доказательства. Есть мефусамот, это те положения, которые принимаются за счет того, что они просто распространены. Ну вот, возможно, перевод общеизвестный, общепринятые суждения или правдоподобные суждения, что нас отсылает к диалектике, да, Миша об этом говорит, общепринятые суждения служат посылками диалектических психологизмов. То есть истинность их вероятна, но не доказана. Ну и идут ссылки, соответствующие на Аристотель. Так вот, он говорит, что разумом различают истинную ложь, а плохое и хорошее это сфера общепринятого, а не умопостигаемого. Ведь никто не говорит, небеса сферически хорошо, или земля плоская плохо, но говорится истинно или ложно, да, то есть есть суждения, относительно которых мы можем сказать, это истинное суждение или ложное суждение, но хорошо и плохо здесь не подходит. Подобно этому в нашем языке об истинном и ложном говорят соответственно предметовые шекеры, а о хорошем и плохом товара и разумом человек распознает истину и ложь. Это относится ко всем умопостигаемым предметом. Значит, первый, да, ответ после того, как Рамбом как бы описал нам отповедь, да, этот человек невнимательно относится к писанию, не вникает как следует и упускает, собственно говоря, смысл того, что написано. А содержание, собственно говоря, ответа состоит в том, что человек обладал безусловно разумом, если бы он не обладал разумом, невозможно было бы ему приказывать давать Богу. И различие между истинной ложью и хорошим и плохим здесь тоже играет очень важный роль. Потому что интеллект различает между истинной ложью. И когда человек находился в наиболее совершенном и законченном своих состоянии, то есть получается, что сотворенный человек находился в законченном и совершенном состоянии. В том состоянии, к которому на самом деле нужно, собственно говоря, прийти. Это то, что является целью человека, его последним совершенством, которое достигается чем? Изучением, тренировкой и так далее, постижением того, как устроен мир. А человек, первый человек, который был создан согласно Рамбому, обладал этим совершенством изначально, обладая теми природными качествами, умопостигаемыми понятиями, благодаря которым было сказано о нем, немного ты умолил его пред ангелами. Миша переводит здесь пред ангелами, хотя в контексте можно было бы понять и как пред богом, то есть они чуть меньше, чем боги, но для этого было то замечание, что слово «эвы» может означать ангел, пуститель и так далее. Тогда не обладал он ни в коей мере способностью применяющей общепринятые суждения. А вот то, чего у него не было, у него не было никакой связи с вот этими самыми общепринятыми суждениями, ну и в таком смысле действительно странновато было бы говорить об общепринятых суждениях, если человек один, ну или два. Он не постигал их, но мы могли бы сказать теперь не общепринятые, а вероятности, да, то есть суждения, те, что являются основой диалектических силогизмов, вот такого рода суждений, он с ними не имел дела. И он не постигал так, что даже то предосудительность, чего является наиболее очевидным и общепринятым, например, обнажение срамоты, не было плохим в его глазах, и не постигал он предосудительности о ныне. То есть все, что связано с тем, что является некой принятым способом поведения и так далее, он говорит, что, например, принято среди людей, практически среди всех людей, хотя мы знаем, что среди всех, что голым ходить не очень. И вот Адам Тораном описывает человека, который не боялся ходить один. Почему? Да потому, что он был далек вот от этой сферы, сферы того, что является мнением, как-то, не знанием, а мнением, так можно было бы сказать. А мнение составляет, собственно говоря, своего рода арсенал, из которого складывается человеческое мировоззрение. Ну, обычной ситуации. У нас не обычная ситуация, у нас ситуация описания, сотворения мира, и, собственно говоря, уже по этим словам Маймонинов можем судить о том, что он воспринимает это скорее как аллегорию, нежели как рассказ об истинном положении дел, которое исторически складывает. То есть на это намек был и по поводу историчности исторического как жанра, который является низким, а Тора вовсе не является историей, Тора является книгой книг, то есть здесь есть поучение, и тогда, собственно говоря, и изгнание человека из адамского сада это тоже некое поучение, а вовсе не история. И когда же он сбунтовался, значит, вот этот совершенный человек, то есть в этой аллегории, если мы уже догадались, что это аллегория, в этой аллегории описывается совершенный человек и устремился к воображаемым предметам вожделения, то есть заработало его воображение, мы говорили уже с вами о такой амбивалентном отношении к воображению у философов аристотеликов, воображение нужно, но оно может, если оно затмевает разум, его роль является негативным. Так вот, он устремился к воображаемым предметам вожделения и к усложнению своих телесных ощущений. Прочитаем здесь то, что пишет Миша, согласно психологическим представлениям Маймонида, имеется в виду психологическим не в нашем сегодняшнем понимании психологии, а в средневековом понимании психологии, это что это психия, это душа, да, наука, дыши. Код, согласно науке о душе, разделяемой Маймонидом, воображаемый образ есть то, что вызывает желание, и то, на что направлено желание. И этот образ порождается фантазией путем переработки и комбинирования данных чувственного восприятия. И только благодаря фантазии и воображению может существовать предвкушение удовольствия. Соответственно, приводимая далее фраза означает, что Адам глядел на древо сквозь призму фантазии, предвкушая удовольствие, которое она принесет. В дальнейшем Адам соблазнится, сначала Ева, но возможно, что будет их разделять. Так вот, когда он устремился к усложжению своих телесных ощущений, сказано ведь, что хорошо древо для еды, и оно является усладой для глаз. Это сказано, собственно говоря, о Еве, а не о Адаме. но Аимонет относит это к человеку, что, собственно говоря, тоже подсказывает нам, что он не разделяет Адам и Ева, это, в общем, первый человек, человек, который является в таком-то смысле двуполовым. И был он наказан тем, что отнято у него было онное интеллектуальное постеление. И потому нарушил он заповедь, повеление, которое было ему дано из-за его интеллекта, и приобрел в стяжении общепринятых мнений и погряз в суждении о плохом и хорошем. Видите, как описывает Рамбон произошедшее, да, или точнее, как он анализирует, собственно говоря, вот эту историю, которую он понимает, да, мы уже ловили этот номер, да, что он понимает ее как аллегорию. Есть совершенно интеллектуальное существо, это совершенно интеллектуальное существо увлекается фантазией, которая на самом деле является чем? Тем, что порождает желание, устремляется за этим желанием, и он еще ничего не съел, а он еще не съел никакого яблока, ни Ева, ни Адам, освещение, в тот момент, когда он устремляется этому желанному, у него отнимается интеллектуальное постижение, или затуманивается, то есть он лишается этого интеллектуального постижения, и поэтому нарушает заповедь, то есть нарушение произошло уже после того, как он был наказан, а наказан был чем? он наказан был тем, что у него было отнято интеллектуальное И тогда, собственно говоря, он превращается в другое существо. Какое существо? Существо, которое занимается общепринятыми мнениями и суждениями о плохом и хорошем. А теперь он превращается в иной тип человека. Тип человека, который как раз нам хорошо известен. Который только интересует, что такое хорошо, что такое плохо. А вовсе не истинная ложь. И тогда и узнал он, сколь цен на то, что потерял, то, лишившись чего, оказался нагиб. И слово «ногой» здесь, наверное, тоже надо понимать метафорически. То есть он в каком-то смысле оказался без вот этого интеллектуального постижения, что является его сущностью, в каком-то смысле, как бы обнажился. И тогда он узнал, в каком положении оказался. И поэтому сказано, будете как Элогим, знающий хорошее и плохое, а не сказанное, знающее, ложное и истинное. Это кто говорит, что будете как Элогим, знающие и толвера? Это говорит змей. Когда он соблазняет Еву, он говорит, что вы будете как боги или как бог. Но слово Элогим, опять же, Майманит нам объяснил в самом начале, что оно многозначно, оно может означать просто властителей. И можно прочесть так, что змей говорит, и будете властителями, знающими хорошее и плохое. Мы здесь можем остановиться и понять, почему, собственно говоря, знание плохого и хорошего связывается с властью. На самом деле, очень легко это объяснить. То есть истинная ложь, они не зависят от человека суждения, либо истинная, либо ложная. И я с этим ничего делать не могу. А вот хорошее и плохое, оно связано с властью. Как оно связано с властью? Оно назначается. То есть я назначаю что-то хорошее, а что-то плохим. И распространяю, это же общепринятые мнения, суждения. Их можно распространить с помощью демагогии, с помощью риторики, с помощью диалектики. И убедить всех в том, что то или иное хорошо, а то или иное плохо. И так, собственно говоря, работает любой социум. И тогда получается, что Майманит нам описывает это любое следующим образом. Представим себе некий идеал совершенного человека. Совершенный человек – это человек, который понимает разницу между истиной и ложью. Это философ, на самом деле, который достиг интеллектуального совершенства. Но на самом деле человек может оказаться и в иной ситуации. То есть падение человека, как бы греха падения человека, связано с его обращением к телесному, к желаниям, к фантазии. И за счет этого он оказывается существом совершенно другого рода. Интеллектуальное постижение у него отнято. И он прогряз вот в этом самом развлечении и того, что такое хорошо, что такое плохо. И дальше он говорит, обрати внимание на то, как сказано, и открылись глаза их обоих и узнали, что они ноги. И не сказано, открылись глаза их обоих и узнали они. Ибо то же, что видел он прежде, видел он и после. Ведь у них не было пелены на глазах, которая была снята. Однако возникло у него новое состояние, в котором он счел, что оно предосудительное. А прежде он не считал его предосудительным. То есть возникло некое суждение, мнение. Например, голым ходить нехорошо. Опять же, в рамках метафоры, это человек, который теперь будет одеваться, он будет следовать определенным правилам, этикетам, возникнет этикетам и так далее. И это уже совсем другой тип существа, нежели тот, который был создан. И знай, что слово левкоах, паках, прозревать, применяется к прозрению мысли, а никак не к обновлению чувственного зрения. Литпакех, это значит действительно стать пикеах. Но еврейские говорят, пикеах это разумный, сообразительный, а вовсе не зрячий. И он показывает, что это слово действительно таким образом используется в Писании. Что же касается сказанного Адами, изменил он лик свой, панав. И ты изгнал его. Это у нас откуда? Это у нас из книги Йова. И Миша восстанавливает контекст этой фразы книги Йова. Это жалобы Богу, набренность человека и смысл. Изменяет он лицо свое. Или изменяешь ты лицо его. И ты отсылаешь его или уничтожаешь его. То есть лицо человека изменяется в момент смерти. А другая интерпретация, что он поворачивает лицо, уходя. А Рамбам сдаёт совершенно иное прочтение, которое опирается на Медраж, который использует эту фразу в Берешет-Рамбах. И что говорит Медраж и Рамбам вслед за Медрешом? Что вот это изменение лика, на самом деле на иврите слово панав, лицо, лик, это производное от глагола лифнот, обратиться. Пан – это сторона. Лифнот – это куда-то направиться. И изменение лика – это как бы скорее изменение направления. И Рамбам это толкует следующим образом. Когда изменил направление свое, был изгнан. Когда он изменил направление? У него было направление совершенного существа, интеллектуальное, которое различает истинную рожь и ложь. Изменил направление, увлёкся за счёт фантазий, некими воображаемыми удовольствиями. И тем самым изменил свой лик, то есть изменил своё направление. Ну, и Рамбам здесь поясняет, что слово производное от пана – обращаться, направляться. И человек обращает свое лицо к той вещи, к которой желает направиться. И таким образом здесь говорится, что человек, когда он изменил свое направление и устремился к той вещи, которая ему перед этим была заповедана, не стремится, он был изгнан из райского сада. И заодно мы понимаем, что заповедь не есть от древа познания добра и зла. Она включала в себя с точки зрения Рамбама. И заповедь или наказ не стремится к тому, что скрывается за вот этими самыми чувственными удовольствиями, а может быть за властью. Не назначай добро и зло в каком-то смысле. Не ешь от древа познания. Не увлекайся квалификацией тех или иных явлений, как хороших или плохих. И таково наказание соответствующего бунту. Мера за мир. Ибо сначала было бы позволено ему вкушать наилучшее явство и наслаждаться безмятежностью и спокойствием. Вкушать наилучшее явство. Какие наилучшее явство? Наилучшее явство здесь. И вообще еда, она является метафорой. Метафорой чего? Постижения. То есть, по сути дела, съев яблоко, познание добра и зла, яблоко, неважно, какой это был плод, на самом деле человек стал заниматься постижением добра и зла. А до этого, что он постигал? Истинную ложь. И это и есть явство и наслаждение. Вот она, метафора, да, метафора еды, метафора плодов деревьев. И когда же, как мы упоминали, он сделался алчен и погнался за своими наслаждениями и за своими фантазиями и вкусил того, от чего запрещено было им вкушать, был он лишен всего и приговорен тому, чтобы питаться наихудшую едой, которая вообще прежде не употребалась им в пищу. И даже это только после тягот и трудов, как сказано, и терния, и волчец произрастит, она тебе, земля, это проклятие, да, человеку, и будешь питаться полевой травой, и в поте лица твоего будешь есть хлеб. В разъяснении этого говорится, и выслал его Господь из Эдемского сада возделывать землю. Возделывание земли и еда, поедание вот этих самых терниев и тернии волчец, и работа по созданию хлеба как определенного рода еды. Это все надо понимать как метафоры, конечно, да, то есть это часть аллегории. Значит, получается, что за то, что человек отвернулся от чего? От постижения истины и лжи, то есть замечательных плодов деревьев, да, он стремился к чему? К тому, чтобы поедать плоды, связанные с общепринятыми суждениями. Для того, чтобы назначать, что такое хорошо, что такое плохо. Но это у него было отнято, мера за меру, он повернулся в одну сторону, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной задачей, а у него отняли и, собственно говоря, развлечение истинной лжи, которую он пытался овладеть. И теперь он ест неизвестно что, какая это вообще трава. Что это за трава? Возможно, что это софистические высказывания, да, то есть это высказывания истины, из которых вообще не играет никакой роли. И в поте лица своего он пытается выработать что? Он пытается выработать в том числе аксиологические какие-то оценки, да, масло, масляные аксиологические категории какие-то, да, то есть выработать ценности, что такое хорошо, что такое плохо. Это он из полевой травы, метафорически понятой, да, он пытается что-то такое создать, какую-то еду. И был он приравнен к скотам. То есть вместо того, чтобы, помните вопрос, который задал этот самый человек, он говорит, и что человек стал светилом, получается, раз он был интеллектуально неполноценным, потом стал интеллектуально полноценным, это все равно, что сказать, что человек, который совершил грех, стал светилом. Светило – это те, как бы, существа, которые находятся на более высокой шкале, да, онкологической, а животные на более низкой. Получается, да, Рамбом этим играет. Тот, говорил, он стал как светило, аналогию проводит, а Рамбом говорит, нет, он стал как животное в том, что касается пищи и большинства его состояний. И будешь питаться полевой травой, и сказано, разъяснение этого, но человек в великолепии недолго пребудет, подобен он животным погибающим. Еще один стих, который говорит о том, что человек оказался на уровне животного. Значит, вот так Рамбом понимает этот самый эпизод, очень важный, да, который является, собственно говоря, в таком смысле базовым, да, целеполагающим для всех монотеистических религий. И Рамбом понимает его как аллегорию. Видите, он нигде не сказал, что это аллегория. Ни разу, да, он не сказал, что это аллегория. Он таким образом и объяснил, что мы сами невольно пришли к заключению, что это аллегория. И дальше звучит такая странная для Рамбом фраза. Да превознесется обладатель воли, чьи цели и чья мудрость неисповедимы. Он говорит о том, что по сути этой фразы он отвечает на такой вопрос. А если ты спросишь, а почему вообще все это произошло, например, к чему человек устремился за своей фантазией, это было предопределено или это было не предопределено. И как это совершенное существо вообще может обратиться к фантазии, воображению и так далее. На это Рамбов, собственно, говорит, превознесется обладатель воли, чьи цели и чья мудрость неисповедимы. На самом деле, как бы эта фраза говорит о чем? Да не надо мне задаваться этим вопросом. Как произошло все на самом деле? Потому что на самом деле это аллегория или это миф. Собственно говоря, тот, кто задает вопрос, он тоже воспринимает это как миф. И Рамбов отвечает, да, это миф. Действительно, это мифологический сюжет. Но миф никогда не рассказывает нам о том, что было. Миф, собственно говоря, формирует определенного рода взгляд. Этот взгляд, он является не взглядом историческим, а взглядом на самих себя. То есть создание мифа, это, собственно говоря, некое понимание реальности. Не тогда реальность, в которой я нахожусь. Понимание реальности, в которой я нахожусь, оно оказывается, согласно этого мифа, следующим. Человек находится на уровне животного. Как это случилось? Непонятно. Но случилось. У человека есть ипостась его различающего добро и зло. То есть ипостась, в которой он, так сказать, оснащен мнениями, верованиями определенными, да, некими понятиями, некой аксиологической шкалой и так далее, которая не имеет отношения к его сущности, а именно к интеллектуальному постижению. Это его второе воплощение, да, животное. Дальше как бы получеловек, нагруженный вот этими самыми ценностными ориентирами. И, наконец, человек совершенный, а именно человек, различающий истину и ложь. И тогда получается, что миф говорит, что человек как бы потенциально создан действительно вот этим интеллектуальным существом. Но велик соблазн быть, так сказать, властителем, илогим, и это стремление его, собственно говоря, приводит к такому состоянию, которое на самом деле оборачивается состоянием еще ниже, животное, да, а именно состоянием животного. Марина спрашивает, как можно в этом контексте объяснить выражение китов в первой главе Береши? Если я правильно понимаю, в третьей части противодителя он пишет, что ТОВ в этом случае – это соответствие существованию вещи и цели ее сотворения. Как это совмещается с нашей главой? Очень хороший вопрос. Бог тоже говорит. Создал что-то такое, и вот он сказал, хитов, потому что хорошо. Так что, значит, и Бог тоже назначает вот это самое хорошее и плохое. На это можно ответить следующим образом, да, что действительно хорошее и плохое, с точки зрения Рамбана, они могут быть и объективно хорошими и плохими. То есть хорошее и плохое не всегда субъективны. Но вот это самое хорошее и плохое, объективное хорошее и плохое, которое, собственно говоря, свойственно Богу. И Бог может сказать, что такое хорошо, что такое плохо, а человек, говоря, что такое хорошо, что такое плохо, всегда назначает это хорошее и плохое до тех пор, пока он не достигнет своего совершенства. То есть достижение интеллектуального совершенства может привести к тому, что суждения о хорошем и плохом у человека станут объективными. Но для этого он должен сохранять свое интеллектуальное совершенство. Это связано с концовкой путеводителя, где Рамбом описывает, собственно говоря, то, каким образом человек сначала идет по пути становления. То есть вот этот первый рассказ, рассказ об изгнании человека из Эдемского сада, по сути дела, описывает состояние человека на данный момент, его изначальное состояние, состояние едва ли не животного. Далее он должен на самом деле достичь того состояния, о котором говорится, предсотворение человека по образу и подобию. И достигнув этого состояния, он вполне может перейти и своего рода к нисходящему процессу. То есть процесс восходящий по ступеням познания. Он ведет к этому самому интеллектуальному совершенству. Дальше, зная истину, человек может, возможно, и объективно судить о хорошем и плохом. А наша история рассказывает о том, что человек как бы выбирает суждение о хорошем и плохом, без отказываясь от истины, занимаясь этим как альтернативой. То есть пытаясь стать властителем. А тот, кто достигает интеллектуального совершенства, постепенно образовывая себя и становясь, например, пророком, он приходит как раз с тем, что излагает людям в качестве объективно хорошего и плохого. Не субъективно хорошего и плохого, не назначенного. А того объективного хорошего и плохого, о котором мы слышим, например, вот в этом, в первой главе, где Бог говорит о том, что то, что создано, это хорошо. Ну и, собственно говоря, этот вопрос я могу проинвестировать тем, что я хотел сделать. Это картинка, которая связана с предполагаемым планом вообще Рамбома, с его творчеством в целом. Эта картинка предложена одним из исследователей, который полагает, что Рамбом во многом следует Альфа-Раби. Он является как бы его учеником Альфа-Раби. Альфа-Раби рисует нам некую картину, которая говорит о том, что такое религия. Ну и есть фрагмент, который мы уже читали с вами. Я его еще раз приведу. В трактате о жителях добродетельного города Альфа-Раби говорит, что люди добродетельного города должны знать о том, как устроен мир. Вот перводвигателя, первопричины, небесные сферы и так далее, вплоть до подлунного мира и, собственно говоря, это знание. И позволит им обосновать, создать этот самый добродетельный город. И вот эти вещи, то есть то, что человеком познается как структура мира, они познаются одним из двух следующих способов. Либо они запечатлеваются в душах людей в том виде, в каком они существуют, в действительности. Либо же они запечатлеваются в душах о аналоге или подражании. Это получается в тех случаях, когда в этих душах возникают образы этих вещей. То есть можно понять вот эти вещи, это он имеет в виду как раз те вещи, которые относятся к физике, к высоким, так сказать, отделам физики и метафизики. И можно понять это действительно таким, как оно есть на самом деле, а можно с помощью некоторых образов. И такими, как они есть, вещи познаются мудрецами посредством доказательств и собственной интуиции. Доказательства здесь, аподектические доказательства. И некоторые принимают на веру от мудрецов их представление. Что же касается остальных, остальные познают их посредством подражательных представлений, так как их умы от природы или по привычке лишены способности понимать эти вещи так, как они существуют в действительности. И среди тех, кто познает вещи посредством подражательных представлений, одни познают их с помощью представлений близких к самому объекту, другие с помощью представлений далеких от объекта, а третьи с помощью представлений еще более далеких от объекта и так далее. И среди тех, кто познает вещи с помощью подражательных представлений, могут встретиться такие, которые, обнаружив спорные пункты, останавливаются на них. И таковы бывают нескольких категорий. Те, кто нуждается в руководстве, и когда что-либо, по мнению кого-нибудь из них, оказывается ложным, он возвышается до другого представления, более близкого к истине. То есть у него есть некая система образов, с помощью которых он постигает вот эти самые предметы возвышенной физики и метафизики. И он нуждается в наставлении. Наставник что делает? Наставник как бы подводит его, по-видимому, или он сам приходит к тому, что эта образная система ему кажется неточной. Он обнаруживает проблемы этой образной системы. И тогда он поднимается до более высокого представления, до другой образной системы. Если он этим удовлетворяется, то он останавливается на это. Но если и такое представление окажется ему ошибочным, поднимается еще выше. Если же он удовлетворяется, то останавливается на это. И всякий раз, как какое-либо представление на данной ступени оказывается, по его мнению, ошибочным, он поднимается на более высокую ступень. Если же все представления окажутся ему ложными, то значит, он обладает даром постигать истину. Постигать истину обладает даром тот, кто подвергает сомнению любую систему образных представлений. Постепенно, не все сразу. Он переходит от одной образной системы к другой. Но его, мы бы сказали, критическое мышление позволяет ему двигаться от одной образной системы к другой. А что такое, собственно говоря, обнаружение проблем в этой образной системе? Это не что иное, как растерянность. То есть, это и есть, возможно, растерянность, о которой говорит Рамбом в своем путеводителе растерянность. То есть, растерянный – это тот, кто имеет некую образную систему. Что такое образная система? Образная система, откуда она у него? Из Торы. Тора дает нам некую образную систему. То есть, благодаря этому тексту, я получаю некую образную систему. Тексты, возможно, учителям. Вот у меня есть эта образная система. Дальше я изучаю науки, физику, метафизику, какие-то ее части. И вижу, есть проблема в образной системе. Есть проблема в образной системе. Я прихожу в растерянность. Что делать? Выбрать между наукой или Торой? Рамбом говорит, у тебя есть ключ. Не нужно их сталкивать между собой. Нужно что сделать? Нужно просто понять, что Тора говорит на многоязыка или многослойно. Она дает образное представление категории 1, образное представление категории 2, 3, 4, 5 и так далее. И если ты растерянный, это как раз свидетельствует о том, что ты способен к постижению истины. Растерянность – это следствие критического взгляда, как мы бы сказали, критического ума и способности продвигаться. Тогда путеводитель растерянных должен, с одной стороны, снимать растерянность, а с другой стороны, провоцировать эту растерянность. Он должен меня в каком-то смысле все время заставлять, обнаруживать себя в этой самой состоянии растерянности. И тогда я окажусь тем, кто способен постичь истину. Это по поводу самого путеводителя. И Альфа Раби же говорит нам о том, и это связано как раз с вопросом, который Марина задала, о том, как возникает религия с его точки зрения. Он говорит, что человек переходит от софистики, то есть от утверждений, которые вообще не имеют никакой связи с истиной, а имеют целью только убеждения своего собеседника в своей правоте. И изначально, то есть после грехопадения, так бы мы сказали, да, в свете второй главы, после грехопадения человек, собственно говоря, является этим самым софистом, кто-то более изощренным, кто-то менее изощренным, но истинность не интересует его. Дальше человек поднимается до диалектических высказываний, истинность которых вероятна. Затем переходит к доказательным высказываниям. На этой стадии он может квалифицироваться как философ, и благодаря вот этим доказанным суждениям он постигает истину. А дальше, постигнув истину, согласно Аристотелю, можно было бы удовлетвориться, что человек достигает самого своего совершенства интеллектуального, и мог бы на этом, собственно говоря, считать свою задачу выполненной, свою роль исполненной, и успокоиться. Но Аль-Фараби использует государство Платона в данном случае, и говорит о том, что человек, постигший истину, не может остаться с этой истиной наедине. Он должен ею поделиться с людьми. И вот он идет и несет людям эту истину, хочет рассказать им о том, как она, собственно говоря, выглядит эта истина, и к чему она призывает. И на этой стадии, собственно говоря, и возникает религия. Религия возникает как некий политический инструмент. В каком смысле? В том смысле, что просто так изложить истину, как мы видели в предисловии, никто не может. Она дискурсивна, до конца невыразима. Значит, тогда, чтобы привести людей к истине, необходимо организовать человеческое общежитие определенным образом. Каким? Ну, необходимо, чтобы были законы, которые соблюдают люди, ну, правильно поступают. А тот, кто знает истину, может об этом судить. Может судить в том числе, что такое хорошо, а что такое плохо. Значит, он может дать закон. Может сказать, так поступаешь хорошо, а так поступаешь плохо. Но это хорошо и плохо является не волюнтаристским, не тем, не субъективным. То есть он не становится подобен Богу, а он является проводником истины. Ну, в каком смысле проводником Бога? Он становится пророком. То есть философ на этом пути становится пророком, который несет людям вот эту самую религию. И религия – это законы, а с другой стороны – это верование и мнение. Это как раз вот эти самые общепринятые суждения, которые формируют ценностный кругозор, перспективы ценностные вот этих самых людей. И с точки зрения Аль-Фараби, вот этот самый добродетельный город, он таким образом и возникает. Вот этот самый философ, неся религию, которая состоит из законов и верования и мнений, то есть представления каких-то, которые есть у людей, так добродетельный город и возникает. Верование и мнение, как мы видели, да, это что? Это некая образная система, которая передает, возможно, в том числе и те предметы, которые относятся к физике и метафизике, но в образном виде. И так существует вот этот самый идеальный город. Идеальный город, по сути дела, получается, что идеальный город руководим кем? Философом, который постиг истину и который принес религию. Фараби дальше говорит о том, что помимо религии истинной, которая связана с истиной, существует и религия извращенная, религия искаженная. И искажение религии, оно происходит следующим образом. Дело в том, что те, кто занимаются законами, юристы, могут на самом деле отказаться от патронажа философов. В общем, также и те, кто занимается разработкой верования и мнений. Помните, что, например, книга Сааде Гаона так и называлась, книга верования и мнений. И это, собственно говоря, в определенном значении слова теология и есть теология. Теология – это формирование верования и мнений людей. И теологи занимаются своей профессией, юристы, законодатели занимаются своей профессией, отказываются от патронажа философа, и религия начинает впадать в свою противоположность. То есть она перестает быть истинной религией, становится религией искаженной, извращенной. С точки зрения Рамбома, если считать вместе с некоторыми исследователями, что Рамбом, собственно говоря, в своем глобальном плане исследовал как раз Аль-Фараби, и вот этот добродетельный город – это не что иное для него, как комьюнити еврейской общины. Доклад, с его точки зрения, вот этот самый путь, путь восхождения, первый, кто прошел, или первый, или опять же метафорически, первый прошедший этот путь – это Моисей. Моисей – это образ идеального философа, который достиг постижения истины. Достиг истины, и он приходит с Торой, которая есть, собственно говоря, содержит в себе законы, содержит в себе и ряд представлений, предположим, которые должен придерживаться человек. И вот это и естественная религия. Дальше развитие этой религии происходило следующим образом. Яшуа – тоже философ, пророки – тоже философы, Мудрицвета Амуда – тоже философы, и они каждый для своей аудитории и на своем языке, исходя из нужной аудитории, из способности этой аудитории воспринимать те или иные вещи, используя образный язык, используя диалектические суждения, иногда и софистические, и риторические суждения, которые могут быть восприняты простыми людьми, они рассказывают об этом. Они говорят о законах, с одной стороны, с другой стороны, они говорят о верованиях и мнениях, то есть формируют их эти верования и мнения постепенно, с некой задачей, постепенно очищать эти верования и мнения и подводить их к тому, что зачем может проступить та самая истина для как можно большего числа людей. И искажение иудаизма, который является с точки зрения верования истинной религии, коль скоро он основан на истине, философской истине, искажение этого произошло в эпоху Гаона. Гаоны в своих ешивах занимаются законодательной деятельностью безотносительно философии, безотносительно философской истины, а Сааде Гаон пишет теологический трактат верования и мнения, который скорее связан с традицией святой отечества христианской и с Каламом. А Калам не, с точки зрения любого аристотелька, не только Маймонида, Рамбом, не является философской истиной, и там есть огромные проблемы в Каламе с точки зрения аристотелеков, они как бы не философы, они пытаются заниматься теологией без соотнесения ее с истиной. Значит, в этом тоже, хотя я и сформулировал уже, но и в этом тоже мы видим ответ на вопрос, который задала Марина по поводу того, что может означать вот эта самая ТОВ, это ТОВ, вот эти категории хорошо и плохо, они являются частью истинной религии, и они являются объективными хорошо и плохо, а не теми хорошо и плохо, которые каждый устанавливает по своему, так сказать, по представлению, желая на самом деле навязать свою власть, то есть это то, на что Маймонит указывает вот в этой самой второй главе. Это самая вторая глава. Она является в таком смысле странным исключением из тех 49 первых глав противодителей, которые занимаются анализом многозначных слов. Почему? Потому что она не посвящена многозначным словам, хотя здесь есть слово «элогин», которое является многозначным, он об этом говорит, но на самом деле вторая глава нам показывает не столько работу с многозначным словом, сколько работу с аллегорией. И по сути дела сокрытым смыслом второй главы является то, что Маймонит показывает свой метод работы с аллегорией. Он очень осторожный, очень деликатный. Он нигде не говорит о том, что это аллегория. Он как бы намекает на это. И мы в каком смысле оказываемся в некоторой, в том числе, растерянности по отношению к этой аллегории. Где она заканчивается? То есть вот эта вся история знания Эдемского сада. Но мы поняли, что дерево или плоды дерева это не что иное, как определенные типы познания. Еда – это познание. Видение – это тоже познание. Это не увидел, это познал. То есть речь идет о разных типах познания. Колючки там, волчатцы тернии – это тоже имеет некий аллегорический смысл. Вот тех суждений, софистических суждений, которые не имеют отношения к истине вообще. Ну хорошо, а дальше? Там же есть еще масса всяких эпизодов. Например, то дьмей будет ползать на брюхи. И его, значит, будет разить Ева. Вы заметили, что в этой второй главе он не различает Адама и Еву. А что означает это развлечение и так далее. То есть у нас остается масса вопросов. И как продлять эту аллегорию? Это вопрос. То есть длить ее или нет. К какому типу она относится? Мы читали предисловие разные типы аллегорий. К какому типу аллегорию? Все это, пока об этом Маймонит ничего не говорит, оставляет это как бы в тумане определенном. Но для внимательного читателя он, собственно говоря, показывает тот способ обращения с аллегорией, который он будет использовать в путеводителе растения. Теперь если говорить о общем когда я не сказал важную вещь, что, собственно говоря, если таким образом смотреть на план Рандума, то получается, что Мишка и Торо это что? Это попытка исправить ситуацию с законами. А путеводитель растерянных это попытка исправить положение с верованиями и мнениями. И тогда получается, что две его главные книги это не что иное, как возвращение иудаизму его статуса истинной религии и, собственно говоря, попытка изжить в таком смысле наследие Гаонов, которое с его точки зрения является искажением этой религии. А если говорить о способе, с помощью которого Маймонит совмещает с одной стороны философскую, вы помните, я рисовал такие конусы, да, философские и монотеистические, философские это когда человек наблюдает за миром, исследует его и так далее, а монотеистические это когда Бог оказывается во главе так сказать этого конуса и человек находится в мире, не отделяется от мира и должен, собственно говоря, реализовать определенного рода божественный план и эти две два взгляда, две мировоззрительских позиций, они с трудом совместимы друг с другом и Маймонит собственно предлагает вот такого рода синтез вот человек, который изучает мир, это собственно говоря философская с нашей точки зрения грека позиция человек изучает мир, а теистическое вот Бог и человек находится получается, что Рамбом говорит о том, что для того, чтобы выполнить божественный план человеку, что нужно делать, как раз нужно изучать мир, вот этот красный так сказать круг, он становится все больше, чем больше человек познает мир, тем больше он приближается к Богу, и приближение к Богу, и постижение, хотя его может быть и невозможно постичь, как Рамбом нам объяснит, тем не менее сам путь, он лежит через мимо постижения, это и есть потенциальная форма человека, именно его разум, и с помощью разума и изучения мира человек приближается к Богу, это то, что можно сказать о какие-то общие слова по поводу подхода Рамбома, который, естественно, является неоднозначным в силу этого способа письма, который он использует с противодителя растерянных, но тем не менее это один из возможных и, мне кажется, убедительных способов интерпретации и творчества Рамбома, куда, собственно говоря, легко вписать и то, что мы читали в его комментариях Мишне, вот в этих философских частях, это все как бы вполне согласуется с вот такого рода представлением о задачах и целях Рамбома. Ну, и поскольку у нас мы вынуждены, так сказать, немножко съеживаться и чтение противодителя растерянных мы оставляем незаконченным, читали вот введение две главы, я скажу несколько слов о самой структуре противодителя растерянных, которая кажется достаточно хаотичной, в отличие от Мишны Тора, которая все понятно, ясно, четкая классификация и так далее. Когда речь заходит о путеводителях растерянных, то в общем многие встают перед вопросом, как он устроен, почему такой вот какой-то перескоке, хаос видимый, хотя понятно, что монет не из тех людей, то значит идет на поводу каких-то внезапных, случайных, спонтанных каких-то вещей, он в предисловии пишет, что это все продумано, все четко и так далее. Ну, и можно говорить, действительно, можно попробовать проанализировать структуру противодителя растерянных, и в том числе я здесь вот синеньким написал тот проблемный материал, который привел, мы говорили с вами об этом раньше, да, я рассказывал о сожжении путеводителя, о том, к чему привел перевод путеводителя растерянных на иврит, и его и попытка, собственно говоря, следовать рандому в духе радикально философской позиции. Ну, вот давайте мы пройдемся, скоро мы читать больше не будем, путеводитель, пройдемся по его частям. Собственно говоря, сама эта структура, она, ее можно найти у Леви Стросса, который занимался творчеством Рамбома и перевел путеводителя растерянных на английский, ну, давайте пройдемся к тому, как это все выглядит. Вот введение, введение первой части, которую мы с вами как раз прочитали, где сформулирована задача трактата и пути ее решения. Посвящение мы тоже видели, да, это характеристика адресата, кому, собственно говоря, этот трактат адресован в первую очередь, на кого рассчитан, и модель идеального читателя Рамбома зафиксировал. А в введении обозначил пути задачи и пути решения. Пути решения какие? Пути решения это анализ многозначных слов и аллегории. А здесь же он говорит вот о том, что не все трудности будут разрешены, о невозможности диспурсивного изложения определенных предметов и неизбежности аллегорической речи, все у чего он оставил свой проект, в котором пытался объяснить аллегории мудрецов Талмуда в Агадот. В чем проблема этой части? Ну, проблема, которую мы видели и в комментариях Мишне, это отождествление массы мерковой массы Бершит с физикой и метафизикой и, собственно говоря, программа аллегорического истолкования писания. Скоро он говорит, что Тора вскрывает в себе вот эти самые таинственные аллегории. Значит, он, по сути дела, стимулирует, он сам не написал комментарий к Торе, но он своим вот этим положением он, по сути, закладывает основы систематической аллегорической интерпретации. Сказать, что аллегорической интерпретации еврейской традиции до этого не было, мы не можем. Есть, у нас есть Шлома и Бангверова, мы говорили о нем. То есть, это не то, чтобы инновация, но это в каком смысле провоцирование систематического аллегорического истолкования. Вот в этом проблема, и это одна из проблем, с которой столкнулись последователи Маймонида. То есть, те, кто интерпретировал Авраама и Сару как форму и материю, или те, кто говорили о том, что 12 колен Израиля это 12 знаков Зодиака и так далее. Все это собственно следствие того, что Маймонид обозначает как аллегорическое содержание писания. Ну, мы с вами тоже прочитали, как читать этот трактат и почему какие противоречия там встречаются. Этот кусочек мы тоже прочитали. И наконец, первые две главы мы тоже прочитали. То есть, вот эти первые четыре части, так сказать, мы с вами прочитали и познакомились с этим подробно. Вот эти первые две главы, их можно воспринимать, как я уже сказал, как модель толкования многозначных слов, первая глава, и модель толкования аллегорий. Поэтому вторая глава, она как бы немножко стоит особняком. А начиная с третьей и по 49-ю главу, это так называемые лексикографические главы, где Прамбом объясняет как раз многозначные разные многозначные слова и подчеркивает в основном то, что эта многозначность этих слов позволяет нам избежать антропоморфизма. То есть, если Бог стоял, сидел, рука Бога, смотрел и так далее, то есть, все антропоморфные описания необходимо исключить, и он показывает по-многозначности, которая позволяет это сделать. Ну, проблемность я уже упомянул первых двух глав, если сокрытый смысл действительно таков, как я обозначил, то получается, что у нас с одной стороны речь идет о философском прояснении значений слов, а не филологическом, и философская аллегория, аллегория, которая на самом деле является не просто аллегорией, а аллегорией философской. Что касается вот этой части исключения антропоморфизма, то там проблемным является заявление Рамбана, которое вызвало тоже много дискуссий, что тот, кто придерживается антропоморфных представлений, является этлопоклонником. Ну, возмущается, например, Рават, Авраам, Давид из Паскеры, он говорит о том, что, ну, сколько нормальных, правоверных людей, действительно, ну, не совсем образованных, значит, действительно, могут иметь антропоморфные представления, это не исключает их изудаизма, почему ты называешь их этлопоклонниками. Ну, это подход Рамбана, для которого человек, который не имеет представления о том, как устроен мир, не является евреем, просто не является иудеем, да, жестко. Дальше у нас есть 20 глав знаменитых, которые называются изложением этой самой негативной теологии и апопатической теологии, да, относительно того, что ничего позитивного, положительного про Бога сказать нельзя, можно сказать только то, чем он не является. Это, собственно говоря, вопрос атрибутов Бога, которые Рамбан трактует радикальнейшим образом, самым радикальным из всех сетневековых авторитетов, мыслителей, неважно, христианских, мусульманских, еврейских, то есть он вообще отрицает любые позитивные атрибуты, в том числе и употребление их по аналогии. Например, Фома Аквинский будет, настаёт на том, что возможна некая аналогия, да, ну и другие авторы тоже, а вот у Маймонида позиция совершенно жёсткая. То есть по сути дела получается, что вот эти две части, часть с исключением антропоморфизма и исключением множественности как бы в отношении Бога, это подчёркивание его единичности, что он один, это, собственно говоря, и приводит к отрицанию каких бы то ни было его атрибутов, это не что иное, как подход человека к восприятию Бога. Это то, что является в каком-то смысле постулатом Калама, но недоказанными какими-то вещами, и Маймонин говорит о том, что вот эти вещи необходимо прояснить. И дальше у нас 71-72 главы посвящены определению попыткой прояснить существование единственности и нематериалности Бога. Это становится возможным на основе вот этих предыдущих частей. Антропоморфизм исключили, множественности исключили, теперь можно говорить только теперь, только после этого можно говорить о таких вещах, как существование единственности и нематериалности, что обычно постулируется без всяких объяснений в Каламе, или те доказательства, которые приводятся, они являются не доказательствами, а черт знает чем. И поэтому опять же логично вполне, что 73-76 главы посвящены представлением Калама и опровержением этих самых представлений. То есть эти представления связаны с существованием единственности и нематериальностью и они опровергаются. После этого в обведении ко второй части Рамбом предлагает некие 25 предпосылок необходимых для доказательства существования единственности и нематериальности Бога. Настоящего аподектического доказательства с его точки зрения, которое в общем единственное, что и можно осуществить в этом плане нельзя это просто так принять на веру, иначе это будет примерно то, о чем мы говорили сегодня, это будут общепринятые суждения, это будут диалектические суждения, а не аподектические. И вот 25 предпосылок, которые необходимы для того, чтобы начать доказывать. Дальше он приводит философские доказательства и практикуя их тоже приводит свои. Поэтому введение первые две главы и второй части это, собственно говоря, доказательства существования единственности и нематериальности Бога на основе на основе аподектических доказательств. Ну, взрывным материалом здесь является что? Что то, как в иудаизме понимают существование единственной нематериальности Бога, то, как массы понимают это, Рамбом квалифицирует как искаженную религию. То, о чем я говорил, согласно Пенжель-Фараби, то есть это искаженная религия и так нельзя. А как можно? А вот так, как вот я сейчас покажу. Вот он доказывает все нормально. После того, как, собственно говоря, весь этот длинный путь, он был нужен для чего? И множественность, да, и исключение, в смысле исключение антропомофизма и множественности. И потом доказательства не привели теперь меня к нормальному, может быть, еще не истинному, но нормальному, более-менее, да, это кого привели? Вот того ученика, который, в общем-то, знает какие-то разделы наук, математическими науками овладел, логикой овладел, какими-то частями физики овладел. И вот рамбом его приводят, нас приводят, если мы относимся к этой категории, к тому, каким образом можно иметь представление о Боге. После этого происходит нисхождение, да, о Боге мы поговорили, теперь поговорим о небесных сферах и об ангелах, то есть о существующих, которые находятся в более низкой иерархии. Дальше, ну, здесь проблемным является то, что законы природы для рамбома это и есть ангелы, или, по крайней мере, тоже можно их воспоминять как ангелы. Дальше он говорит о сотворенности мира, да, сотворенность мира тоже понятно, да, то есть про Бога поговорили, про небесные сферы поговорили, теперь каким образом соотносится Бог и сотворенный мир. И здесь проблемным является знаменитый знаменитый слово рамбома в 26 главе, 25, сейчас не помню точно, вот в этой части второй, где он говорит о том, что сотворенность мира это проблема креационизма, да, мир сотворен или мир предвечен. это вопрос один из важных вопросов средневековой философии. И вот Рамбом говорит там следующее, что Тору можно истолковать так, чтобы подтвердить предвечность мира, если бы предвечность мира, не сотворенность, а предвечность была доказана, если бы Аристотель это доказал, аподектически, доказал, то он говорит, ну не было бы у меня проблем, я бы Тору истолковал так, что она бы этому соответствовала, хотя вроде там Бог творит мир и так далее. Нет, он говорит, нет, проблемы бы не было ни одной. Но поскольку это не является аподектическим доказательством, давайте придерживаться мнения, что мир сотворен. Ну что это такое, что за подход? Получается, что если в будущем когда-то будет доказана предвечность, значит мы поменяем нашу интерпретацию. Испиноза возмущается этим пассажем, Рамбом подчиняет Тору философии и так далее. Но, как мы видели, здесь все нормально, да, действительно, возможно, у нас не вполне адекватные представления. Если философия нас приведет к истине, и эта истина окажется не той, которая нам окажется сегодня, то, значит, Тору нужно истолковать в соответствии с этой истиной, она скрывает ее в себе, как еще один слой образной системы. Дальше он говорит о пророчестве и тоже логично, да, то есть теперь связь между Богом и человеком, между Богом и миром, сотворенностью мира, а теперь пророчество. Здесь проблемным в этих главах пророчества является то, что Рамбом, по сути дела, пророчество рисует как некий естественный процесс. То есть человек, который достигает интеллектуального совершенства, он, собственно говоря, почти автоматически может стать пророком, Рамбом говорит там странную вещь, что Бог может не дать ему пророчество по каким-то причинам, и это тоже довольно странное место, которое вызывает массу комментариев в дальнейшем. И на этом вторая часть заканчивается, а дальше третья часть состоит вот из нескольких тоже блоков. Значит, в введении он еще раз говорит о тайнах Тор, запрете на раскрытие и способе их изложения, повторяет, по сути, чуть модифицирует то, о чем он говорил в предисловии в введении первой части. После этого идет истолкование введения Хескеля, то есть масса меркала. Масса меркала, мы знаем, что это метафизика. И поскольку речь шла о пророчестве, то вот, собственно говоря, как выглядит пророчество и то, как выглядит пророческая аллегория. Вот Хескель видит эту самую меркаву и Рамбом показывает, как ее нужно толковать. Дальше следуют главы о божественном проведении и тоже можем это понять, то есть следит ли Бог за тем, что происходит с людьми, по сути дела. Сюда же входит и интерпретация книги Йова, которую Рамбом рассматривает как философскую опять же аллегорию, где каждый из сам Йов репрезентирует точку зрения Аристотеля, его друзья репрезентируют точки зрения на божественное проведение каких-то там ашари, муатази, ровнинистического иудаизма, и есть еще четвертая точка, пятая точка зрения, которая собственно говоря, соответствует истине, это и Лигу, которая появляется в конце книги Йова, и опять же там Рамбом не очень внятно об этом пишет, специально не очень внятно об этом пишет, но проблемой вот в этом его изложении является не только то, что он книгу Йова рассматривает как философскую аллегорию спора о божественном проведении, но и также и то, что по сути там получается, что божественное проведение распространяется только на людей, которые достигают интеллектуального совершенства, а остальные остаются на уровне животных, и с ними происходит все, что угодно, случай царит. Как божественное проведение распространяется на интеллектуально совершенных людей тоже одна из загадок пути родителя, относительно которых написано масса комментариев и масса статей уже научных современных. Я сейчас опасаться не буду. После этого он говорит о смысле заповедей, и это тоже логично как-то, да, божественное проведение, наблюдает ли Бог за людьми, и, собственно говоря, что люди должны делать. Да ведь в Каламе, собственно говоря, познав Бога, люди должны делать то, что Бог приказал, и что же, собственно говоря, нужно делать. Нужно, согласно, например, садиговому, нужно соблюдать заповеди. Проблема этих глав, она состоит в том, что, по сути, получается, что для Рамбома заповедь является инструментом, я уже говорил, инструментом приведения человека в нормальное состояние для изучения философии. Есть еще одна проблема, так называемая божественная хитроумия. Он говорит, что некоторые заповеди обусловлены историческими, например, жертвы в храме и так далее. Он, правда, не говорит о том, что их надо будет потом отменить, он говорит о том, что это несовершенный вид служения. Молитва гораздо более совершенная, еще более совершенная, может быть, вообще изучение философии. Но он не отрицает того, что историческая обусловленность некоторых заповедей не отменяет их необходимости в дальнейшем. Это парадокс, да, почему тогда мы должны вернуться, например, к жертвам, если это несовершенное вид служения. И это тоже одна из загадок путеводителя. Ну и, наконец, последние четыре главы это притча, то есть проблемой там является притча о дворце, о которой я сейчас скажу. А сами они посвящены человеческому совершенству и тем самым, собственно, возвращают нас к первым главам путеводителя, потому что Рамбан говорит, первые главы начинаются с чего? Вот человек совершенное существо, и вот он упал. А в конце вот человек достигает этого самого совершенства. и достигнув этого совершенства, он должен в конце, говорит Рамбан, творить хэсэдзда кау мишпад, милость, справедливость и суд, правосудие на земле. То есть это что? Это тоже одна из загадок. Это поворот от интеллектуального совершенства к этическому совершенству или нет, или это то, о чем говорил Адфараби, вот, постиг истину, теперь спускайся и обустраивай земную жизнь людей. Но притча о дворце, о которой я говорю, которая является тоже проблемной, это то, что там описывается отношение разных людей, к Богу есть люди, которые вообще не знают о его существовании и Бог сравнивается с царем, который живет в какой-то стране. Ну, не знаю про эту страну и про этого царя ничего. Есть люди, которые знают про этого царя и он самый лучший, самый знаменитый. Они идут, начинают как бы стремиться к этому городу. Есть люди, которые вошли в город, есть люди, которые подошли к дворцу и кружат вокруг стены, есть люди, которые вошли внутрь и как бы и, собственно говоря, уже чуть ли не в покоях царя находятся. Проблема в том, что те, кто кружат вокруг дворца, Рамбун говорит зачем-то прямо, явно, может, надеялся, что не все дочитают до конца его книгу, это раввинские массы, они кружат вокруг дворца. А тот, кто вошел в покой, это философ. Ну, и этот момент тоже вызывал на протяжении многих веков критику, полемику, вплоть до того, что некоторые считали, что наш великий учитель Рамбун не мог написать эти слова, это позднейшая вставка, были такие тоже, и такие были голоса. Ну, вот, собственно говоря, на этом мы заканчиваем, немножко, да, форсируя изучение творчества Рамбума, которому мы посвятили достаточно много времени, но оно пропорционально, вообще, сколько бы ни посвятили, поскольку это фигура, которая в каком-то смысле определяет дальнейшее развитие еврейской философии уж точно, поэтому мы не пожалели времени, хотя могли бы не пожалеть еще большего времени, но на этом мы с Рамбумом прощаемся, и на следующем занятии, может, два занятия, может, одно занятие, я опишу развитие еврейской мысли после Рамбума, и мы наш этот курс завершим. Сейчас, если есть вопросы по поводу того, что мы сегодня прочитали, пожалуйста. Народ, вопросы? Если не сейчас, то можно потом переградить в другом известном месте. Значит, да, еще я хотел сказать, что следующий четверг меня не будет. Да, кто-то говорит. Эмиль? Эмиль говорит, да. Да, окей, пожалуйста. Благодарите, мы уже подходим к концу. Вот, но, конечно, очень много вопросов остается, это надо, конечно, изучать как следует, более основательно, чтобы разобраться. Но вот один такой маленький вопрос, я его упустил, что-то, вот, и он что-то мне вот не дает покоя. Значит, если человек, съев плод и познал добро и зло, в чем, собственно говоря, кроме того, что он нарушил заповедь, само это знание, значит, он не поступал по добру по каким-то причинам? Или в чем тут, так сказать, проблема? Проблема того, как это рисует Рамбом, что такое познание добра и зла в случае вот этой аллегории знаний. Это в каком смысле не познание добра и зла, это назначение добра и зла человека. Это человек, который рвется к власти, власти идеологической, и который назначает, что такое хорошо, что такое плохо. Он не познает добро и зло, и он погряз, как говорит Рамбом, вот в этих суждениях. То есть он, по сути дела, превратился из интеллектуального существа в существо, которое без конца забочено, бесконечно озабочено морально-нравственными проблемами. Но эти морально-нравственные проблемы он обижать не может. Почему? Потому что, на самом деле, он потерял развлечение истинной лжи. Вот это, собственно говоря, и есть проблема. То есть это рисует... Как бы потом это развитие, как бы эта идея, знаете, но в самом тексте Торы, когда говорится, что вот человек стал как один из нас и знает теперь добро и зло, значит, в чем-то, собственно говоря, я другого выхода не вижу, как только понимать, что... Нет, если мы читаем сам текст Торы, то там мы можем... Разные есть интерпретации, правда? То есть интерпретация, которую мы прочитали, она радикальна в Торе, собственно говоря, преступление человека в том, что он съел, а не в том, что он обратился куда-то и так далее. Рамбом же это интерпретирует именно таким образом. То есть для Рамбома этот миф рисует, собственно говоря, различные, как я уже сказал, различные модели человека. Модель человека, съевшего от древа познания, это модель человека, не понимающего истину и который изо всех сил пытается насаждать добро и зло. У него ничего не получается. ничего не получается именно потому, что он не обладает истиной. И таковы. Он не... Он... Он... Понятно, что он знает, что есть добро и зло, но в чем их суть, он их не знает. Ну да, то есть он... Но в чем суть добра и зла, он не знает. Он теперь... У него теперь есть такая самая машинка развлечения добра и зла. Он говорит, это нехорошо, а это наоборот хорошо. Делайте так, делайте это. То есть он знает, что что-то плохо, что-то хорошо. А вот что именно, он не знает Объективно нет Объективного понимания добра и зла у него нет Но зато есть развлечение между добром и злом И он этой шашкой размахивает Каждый на свой лад Да, ну спасибо Окей Есть еще вопросы? Да, я не договорил Я хотел сказать, что на следующей неделе Меня не будет в Израиле И поэтому Через неделю встретимся То есть не на следующий четверг Окей, я запомнил Присутствующие, пожалуйста, попомните тоже Я сделаю объявление Но в преддверии Этого отмененного уровня Да, я вопрос попробую задать Я, правда, не слушал Если есть еще время Вот само понятие Иерархичности И познание Оно как бы противоречит Самому духу Торы На мой взгляд То есть если Необходимо быть умным Чтобы Следовать Торе То из этого следует, что Только умные могут быть По-настоящему верующими А, значит, недостаточно умные Не будут И это Как бы Такая иерархичность Это, ну, можно свести К расизму Национализму И так далее Это все будут следствия Вот таких представлений То есть когда появляется Нет, как раз к расизму И национализму Очень сложно это свести Но Ну, нет, я могу Я могу Я могу Нет, нет У Рамбома не получится Никак Получится Элитаризм определенный Это да Элитарность Ну, допустим, да Мы берем Только умных В наш проект Берем только умных Это да Но Это не зависит У Рамбома От цвета кожи Никак Да И не зависит от того Еврей ты или нееврей По-моему, даже То есть принимаешь 13 сутнов Заходишь в этот клуб Велкам Именно поэтому Это не расизм И не национализм Ну, хорошо Уберем Как раз наоборот Оставим Элитаризм Хорошо Элитаризм Да Элитарность Да Но элитарность Противоречит Почему? Вера не может быть Элитарным Чувством Оно должно быть Чувством По всеми Это не чувство У Рамбома Это не чувство Рамбом не говорит О вере Как о чувстве Вера как чувство Это христианство В иудаизме Вообще-то говоря Изначально и не было веры Пока Рамбом Не сформулировал Свои 13 основ Вера как таковой В принципе Мы когда называем Верующий сегодня Верующий Иудей Это влияние Христианство Потому что Еврей вообще-то говоря Не верующий Он соблюдающий Шумер Второж Шумер Этого не было До Рамбома Но вера О которой говорит Рамбом Она конечно Радикально Отличается От христианской Это действительно Вера Которая По сути дела Как мы О этом говорили Это является Некой Платформой Для дальнейшего Интеллектуального Продвижения Ну это Рамбом Естественно Что Сейчас Марк Возмущается И так далее Этот Марк Не только Вы возмущались Почему Сожгли Путеводитель Растерян Потому что Было много Возмущенных Они говорили Вы что Это Иудаизм Нет Иудаизм Это не это Тора Разве Про это Нет Тора Не про это Я как раз Об этом Рассказывал То есть Ваше Возмущение Достаточно Мягкое На самом деле Могло бы быть Более жестким Возмущением Оно и было Более жестким Книги Рамбом Сожгли Сожгли Путеводители Сожгли Возможно Первую книгу Мишны Тора Несмотря на Весь его авторитет То есть Это спор Который По сути дела В иудаизме Ну можно сказать Что он по сей день Существует То есть Это спор Между Рационалистами И рационалистами То есть Получается так Что Хасидизм Это как бы Антирамбам Да Класс Спасибо Да А можно мне на одну минуту Да Конечно У Рамбама Любая фраза Ну как бы Любая Он бы начинается Со слова Знай То есть Как бы Вот Вера Это вот Знание Он не Бог Мы не верим В Бога А мы знаем Что он Знает Это ключевое Слово Такое Вот По-моему Да Безусловно Именно так То есть Но Мы не всегда знаем То есть Вначале Мы не знаем Для Рамбама Вера нужна Как я уже сказал Да Она нужна Как некое Начало Потому что Изначально Знать я не могу Знание Я достигаю В процессе Познания Процесс Познания Является Главным Религиозным Долгом И в процессе Познания Я приближаюсь Все больше и больше Насколько я могу Познать Отдельный вопрос Но для того Чтобы начать Я должен Что-то принять Как аксиом Но эти аксиомы Являются верой Не в том смысле Что у меня Чувство возникло Какое-то Или ощущение Еще что-то Нет Это Базисные представления Которые Позволяют Мне Дальше Начать изучение Поэтому Он называет Это верой То есть Это Как бы Некое начало Без этого Начала У тебя ничего Не получится Для того Чтобы Двигаться Дальше Постижение Тебе Нужна Аксиоматическая Система Вот тебе Ее дали Дальше Приняв ее Ты дальше Бигаешься Сказать Что ты Знаешь В этот момент Еще нельзя Но ты Встал На путь Познание Ну да Я просто К тому Что По поводу Система Клуба То есть В результате Все равно Пропадает Уезжает Звук Не слышно Да У меня Не очень Хороший Микрофон Ну Все равно Спасибо Большое Это Уже Как там Дебюки Пожалуйста В общем Встречаемся Через Четверг Получается Что кедуши Им тоже Не будет Да Подожди Жень Секундочку Сейчас Мы Конкретно Делаем Конкретно Про это Занятие Все Страшивается Там Выводы Просто говорю Выводы Неправильные Но Это лучше В телеграме Потому что Это сейчас На запись Все прочее Это как бы Некоторое Обобщение Ури может Объяснить Что такое Обобщение И там дальше Микар Бахом Мы этим Не занимаемся Сейчас Конкретно На занятии Прокедушим Я сообщу Замечательно Знаете Прокедушим Продолжается Боже Помощь Опять Окей Иншанда Всем счастливо Всего Счастливо Пока Счастливо Пока Спасибо Пока Пока Счастливо Счастливо